Сколько же дней провел Фил Коннорс в дне сурка? Вопрос, над ответом которого ломают головы зрители по всему миру после просмотра этого фильма. Сегодня я посчитал, сколько дней длилась временная петля Фила. Устраивайтесь поудобнее и давайте узнаем, сколько же лет Фил Коннорс прожил в дне сурка. 2 февраля жители США и Канады ежегодно отмечают День сурка. Считается, что в этот день можно определить, как близко подбирается весна. И если раньше этот праздник проводили просто наблюдая за поведением сурка, который вылезал из своей норы, то с 1993 года День сурка обзавелся еще одной хорошей традицией, а именно просмотром одноименного фильма с прекрасным Биллом Мюрреем в главных ролях. День сурка – фильм, рассказывающий про очень вредного метеоролога, который ведет прогноз погоды на местном канале и думает, что он более знаменит и важен, чем он есть на самом деле. Главного героя зовут Фил Коннорс. Каждый год он отправляется в маленький городок Панксатоне, чтобы снять репортаж о маленькой городской знаменитости. А именно снять репортаж про сурка по имени Фил, который должен вылезти из норки и попытаться увидеть свою тень. Судя по его поведению, местные жители определят, насколько близко подобралась весна. Фил отправляется в Панксатоне своим оператором Ларри и продюсером по имени Рита. После проделанной работы Фил не желает задерживаться и старается уехать поскорее из маленького городка. К несчастью для Фила, дороги оказываются перекрыты из надвигающегося снежного бурана. Фил и его команда возвращаются назад на Панксатоне и расходятся по своим номерам. Фил ложится спать, но наутро оказывается, что завтра так и не наступило. Так Фил и попал в временную петлю, в которой переживает один и тот же день десятки, сотни или даже тысячи раз. Но после просмотра мне стало интересно, сколько именно дней Фил Конос провел в петле. Ставь лайк этому видео и мы начинаем. В самом начале я посчитаю дни, которые нам показали в самом фильме, то есть дни, которые можно с легкостью посчитать при повторном просмотре. Первый день Фила – это день, когда он впервые приезжает в Панксатоне. На второй день снимает репортаж и из-за бурана остается с ночевкой еще на одну ночь в отеле. Наутро, когда Фил замечает странность и замечает непокидающее чувство дежавю, он проживает свой третий день в петле. Четвертый день становится для Фила определяющим. Он осознает, что застрял в Панксатоне больше, чем на один день. Он направляется к врачам на обследование. Приходит на прием к психиатру, а после хорошенько надравшись с местными ребятами в боулинг-клубе, пытается удрать от местной полиции, в итоге оказавшись за решеткой. Наутро Фил встретил не в холодной камере, а в теплой кровати своего номера. И это уже пятый день Фила. На шестой день Фил кадрит местную жительницу Нэнси Тейлор. На седьмой день Фил начинает жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Он грабит инкассаторов в начале дня, а после отправляется в кинотеатр с новой девушкой. Восьмой день Фил начинает с разговора с Ритой. После этого мы наблюдаем огромное количество сцен, где он пытается провернуть тот же трюк, как и с Нэнси. На девятый день он ломает машину своей съемочной группы и направляется в бар Крите. Дальше давайте считать, сколько дней понадобилось Филу, чтобы узнать побольше информации о Рите. Десятый день после того, как Фил узнал про любимый напиток Риты. Одиннадцатый день после того, как узнал, за что она любит выпивать. После этой сцены Можно сделать вывод, что нам не показали еще один день, где Фил узнал от Риты, что в маленьких городках люди проще. Перескочив один день, нам сразу показали этот момент, и поэтому Рита так говорит. Фил сказал это намеренно, узнав это в предыдущий день, так же, как и с любимым напитком Риты. Поэтому прибавляем еще два дня. Дальше Фил говорит. Жаль, что мы не можем жить где-то высоко в горах. На что Рита отвечает. Я согласна. Опять Фил говорит заученные фразы и Риты, поэтому прибавляем еще два дня. Еще один день после того, как Фил говорит. Ты изучала совсем не журналистику? Нет. Эту информацию он мог узнать только от самой Риты. Дальше узнаем, что она изучала французскую поэзию 19 века, после чего Фил начинает говорить на французском. Кстати, откуда он знает французский, я расскажу вам немного позже, думаю, вы немного удивитесь. С детства не лепил снеговиков. Я тоже как весело. Также узнал в предыдущем дне. Подготовил мороженое каменистая дорога, узнав заранее, что это ее любимое мороженое. Прибавляем еще два дня. Я купил мороженого. Постой-ка. Каменистая дорога. А, обожаю каменистую дорогу. Я так и думал. После пощечины следует целая серия дней. Тридцатый день после того, как Фил потерял надежду завоевать сердце Риты. Следом видим мы 31 день, где Фил сидит с постояльцами дома и демонстрирует знания в телевикторине. Он отгадывает все вопросы, чем подвергает удивлению старичков. Но они не догадываются, что Фил видит эту программу не впервые. Фил говорит, что Сурка надо остановить и после этого крадет Лохматова. После чего за ним бросаются в погоню местные власти, а также Рита и Ларри. Завершается такая погоня неутешительно для Фила. Даже не тем, что он умирает, упав с обрыва вместе с Сурком. А тем, что на следующий день он слышит знакомый будильник. И после этого дня он начинает череду попыток покончить своей жизнью окончательно. Умирает от электричества. Прыгает под машину. Прыгает с крыши. На 40 день он признается Рите, что попал в временную петлю. Из их диалога мы можем узнать еще о некоторых днях, в которых Фил узнал информацию о местных жителях. Кстати, надо отвлечься и прибавить к количеству попыток Фила умеять еще несколько, которые нам не показали, но о которых он сказал Рите. Я не просто пережил катастрофу. И вчера я не только взорвался. Но мы видели, как вчера он прыгнул с крыши. Взорвался в машине вместе с Сурком намного раньше. Следовательно, он говорит о другом взрыве. Меня зарезали, застрелили, отравили, заморозили, повесили, убили электротоком и сожгли. Дальше предположим, что Филу понадобилось 3 дня, чтобы узнать биографию каждого человека. Ну и соответственно ее запомнить. 3 дня на Дорис. Это Дорис. Ее деви Карл, хозяин этой забегаловки. 3 дня на Дебби, ее жениха. Это Дебби Клайзер и ее жених Фред. 3 дня на Билла. Это Билл. 3 года назад он вышел из тюрьмы и устроился сюда официантом. Гас. Это Гас. Он жалеет, что ушел с флота. Том. Это Том. Он работал на шахте, пока ее не закрыли. Элис. Элис. Приехал сюда из своей родной Ирландии. Прибавляем еще 4 дня после того, как Рита просит рассказать, что Фил знает о ней. Нам не показали, как именно узнал об этом Фил, но как минимум на каждый факт ему потребовался день, так же, как и с любимым напитком. Тебе нравится профессия продюсера, но ты рассчитывала на большее. Тебе нравятся яхты, но не нравится океан. Летом вместе с родителями ты ездишь на горные озера. Ты обожаешь французскую поэзию и хрусталь. И пока у нас 70 дней Фила Коннорса в петле. В следующей сцене герои пытаются попасть картами в шляпу, и мы слышим такой диалог. Да этому год учиться надо. Нет, полгода. 4-5 часов в день, и все получится. После этого становится ясно, что Фил потратил 6 месяцев на такую мелочь, как кидание карт в шляпу. А это целых 380 дней, если, конечно, брать в расчет, что в месяце 30 дней. Прибавляем дни, которые мы посчитали ранее, и получаем, что он прожил в Панксатоне минимум 250 дней. После признания Рити на следующий день мы впервые видим, как Фил начинает меняться в лучшую сторону. Он впервые дает денег бездомному и приносит кофе для Ларри. Затем записывается к репетитору, чтобы научиться играть на пианино. Впервые общается с постояльцем и идет на урок по пианину. Затем мы видим, как Фил вырезает скульптуры из льда. Опять урок пианино. Мы видим сцену с Недом, и после этого ближе к вечеру он замечает того старика, который постоянно просит денег в начале дня. Фил отводит его в больницу, где старичок умирает. Простите, сэр. Это вы привели старика? Да. Как он? Он только что умер. После этого мы наблюдаем отсылки той гордости и чувства всевластия, которые присущи Филу в начале фильма. Поэтому он не может смириться с тем, что старичок умер и тот ничего не может поделать, или как-то это изменить. В следующие дни Фил пытается спасти этого бездомного, но, к сожалению, ничего не выходит. И тот раз за разом погибает в конце дня. Давай же, давай. Дыши. Ну что же ты, дыши. Это становится переломным моментом в судьбе Фила. Он начинает меняться, сам того не осознав. И именно эти изменения приведут к тому, что он вырвется из злопоучной петли. После прекрасных слов во время репортажа, Фил начинает помогать местным жителям. На каждую сцену мы будем прибавлять также по три дня, так как Фил должен был узнать о этих случаях, подготовиться, а затем их предотвратить. Спасает мальчика Меняет сдутое колесо женщинам Помогает мужчине, который подавился во время еды Дает прикурить женщине Но здесь посчитаем за один день, не думаю, что это было сложно для Фила. Филу Коннорса? Он уже там. Нэнси в курсе, кто такой Фил Коннорс, значит он контактировал с ней во время этого дня. Но как именно нам не показали. Та же история и с молодоженами. И с этими старичками Что сделал для Феликса Фил осталось за кадром Ну и конечно Нэд Райерс, который все-таки сумел выбить страховку с Фила. Одну интересную деталь, которую зрители упускают из вида Не спаси этого мужчину в ресторане, тот просто-напросто бы задохнулся и умер Тем самым не вел акцион холостяков В огромном количестве попыток спасти того старичка, который в итоге всегда умирал Фил понял, что должен помогать людям Тем самым спавшим мужчину в ресторане он все-таки смог спасти одну жизнь А так как этот аукцион оказался еще и благотворительным Следовательно все вырученные деньги пошли на помощь другим нуждающимся людям Если бы этот мужчина умер, скорее всего аукцион проводить было бы некому И в итоге Фил спас намного больше, чем одну жизнь После этого мы видим, как Фил и Рита просыпаются вместе И он понимает, что наступило 3 февраля, который он так долго ждал А теперь давайте считать дни, которые Фил потратил для изучения различных навыков Таких как изучение французского или игра на пианино, ну и так далее Единственное, что нам показали в фильме, на что Фил потратил 6 месяцев Это кидание карт в шляпу, про остальное нам придется считать самим В самом начале пребывания Фила в Панксатоне нам показали эту сцену Почему он говорит, что видел этот фильм 100 раз? Можно подумать, что это образная фраза, но после того, как мимо их проходит Нэнси и говорит При первом просмотре может показаться, что после сцен с Нэнси ограблением инкассаторов Прошел всего лишь один день Но такое мнение у зрителей сложилось из-за того, что именно так нам показал режиссер Но Фил говорит Значит Нэнси была не первой девушкой Фила, которую он закадрил, находясь в временной петле Поэтому смело прибавляем еще 100 дней Дальше нужно пояснить Фил не выделяется какими-либо талантами Он обычный человек, для которого обучение чему-то новому дается не так уж и легко Поэтому будем считать количество дней, потраченных на приобретение какого-то навыка За количество часов, на которые тратят обычные люди для освоения нового навыка Помните, я говорил про французский? Может показаться, что Фил его выучил Но я не думаю, что он потратил столько времени, чтобы сказать всего лишь одну фразу Максимум, что он потратил на это неделю Выучить саму фразу, поставить хорошее произношение И после того, как Рита скажет Он отвечает ей Это еще один день, так как после заученной фразы он не знал, что ей ответить Поэтому, посмотрев в словаре, сказал ей это слово Чтобы запомнить все ответы в телевикторине, думаю, ему понадобилось от 3 до 7 дней Возьмем среднее значение в 5 дней А теперь поговорим о самом долгом обучении Фила в петле На которую он потратил примерно 3650 дней Многие из вас догадались, что речь идет о игре на пианино Мы знаем, что Фил обычный человек, без определенных талантов Поэтому мы смотрим в интернете, за сколько лет взрослый человек может научиться играть на пианино Но тут есть одна деталь Фил учится новому навыку настолько, насколько ему это требуется То есть он не учит французский язык на уровне носителя Ему достаточно выучить одну фразу, чтобы удивить Риту Но с пианино другая история В конце фильма мы видим, как Фил играет на инструменте не хуже профессионала Поэтому будем смотреть, за сколько можно научиться играть взрослому человеку на пианино как профессионалу Из всей информации, что я нашел, можно сделать вывод, что среднее значение примерно 10 лет А это в свою очередь 3650 дней Это я еще специально не посчитал дни, когда Фил не занимался Ведь не каждый день он будет играть на пианино, так как это будет надоедать Еще мы знаем, что Фил делает ледяные скульптуры и занимается резьбой по льду Среднее значение для изучения любого вида деятельности, в котором человек становится профи Это примерно 10 тысяч часов на обучение Получается, что Фил обучился этому ремеслу за 410 дней Также прибавляем 1092 дня для того, чтобы стать лечебным массажистом и лечить спину Феликсу Спасибо, что вы вылечили Феликсу спину Давайте подводить итоги Я насчитал 5535 дней, что равняется 15 годам жизни Фила Коннорса в именной петле в городке Панксатония Судя по последним словам Фила Ладно, давай здесь останемся Можно сделать вывод, что он пройдет Панксатонии намного больше, чем 15 лет День сурка – это отличная комедия с очень хорошим посланием для зрителей, которая не мешает повествованию, а заставляет переосмыслить свою жизнь после просмотра данного фильма День сурка – это фильм, который хочется смотреть снова и снова Фильм, который по праву ежегодно занимает место на всех экранах Америки 2 февраля на праздник сурка Друзья, если вы насчитали больше дней, чем я, пишите в комментариях, будет интересно почитать Ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями И не забывайте, что в каждом из нас есть частичка Фила Коннорса И каждому из нас хотелось бы вернуться в прошлое и что-нибудь исправить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok